так давайте честно я просто не смог не проверить камеру на утопление когда можно поснимать рыбак и smart заблокировался надеюсь рыбак он снимает нет он не снимает рыбак что за печаль давайте-ка еще разок нет еще снимает рыбак ура при том еще и на основной модуль виде когда ты всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря на что после стольких месяцев я расскажу вам о самсунге а 54 почему сегодня потому что я считаю что сейчас стала цена на него адекватно в свете последних событий с курсом учитывая что запасы по старым ценам еще в нашем ритейле есть это максимально актуальны сегодня если говорить о стоимости то даже в долларовом эквиваленте по мне он практически в два раза подешевел какие его плюсы вы самого начала видели что это дело во первых стоит дешевле чем realme 11 pro плюс во вторых не боится воды можно топить его не нужно но можно следующий момент яркости у него более чем достаточно в твиче он все вывозит отлично то есть я одновременно стримил с него в твиче и играл в папка fps сильно не падал посмотрите запись уже на канале в описании ссылки на два больших теста второй тест это 10 минут на обзор когда с основной камеры хожу и в течение 10 минут о нем рассказываю эта штука не подвисает она не работает также быстро как некоторые китайские смартфоны я часто это повторяю даже в самом начале samsung средней категории либо низкой ценовой категории всегда будет ощущение что подлагивает по сравнению с китайскими смартами допустим бренда бибики но эта штука никогда не виснет полностью опять же и по отзывам пользователей тоже если говорить о бренде samsung я считаю повторяюсь оверпрайсом то есть он безумно дорогой у него всегда лютый шим если у вас есть чувствительность к экрану в плане шима и вы каждый 10 кто его ощущает то на samsung вообще смотреть нечего потому что у них нет аппаратов без шима если говорить о всех остальных его особенностях он вывез все у него отличная съемка у него не самая быстрая камера плане фото к слову примера фото также в моем telegram канале не сжатый фотографии вау функционал у камеры вау с 4к 30 fps можно переходить на 4к 30 fps основного модуля на фронталку с фронталки на основной модуль и на ультра ширик то есть все может снимать одним кадром без стоп кадра и такое мало где встретишь по моему кроме samsung of ни у кого если говорить не про камеру все остальные какие-то моменты из разряда внешнего вида это все вкусовщина то что прямые грани у экрана по мне это всегда класс да здесь нет миниджека но все остальное более чем понятно что 25 ватт на и быстрая зарядка она только номинале является быстро и кое-где есть и 300 ватт но в целом смартфон достоин вашего внимания повторяюсь еще и учитывая ритейловский ценник сегодня смотрим распаковка поставляется данная модель в стандартной для самсунга белой упаковки из плотного картона с изображением смартфона краткие характеристики разумеется на ней как название модели упакована все неплохо и в комплекте мы имеем сам смартфон без защитные пленки за что разумеется как всегда самсунгу минус кабель для зарядки с тайп си на тайп си довольно неплохой документацию блока питания чехла в комплекте нет к этому мы уже привыкли это же samsung прорезиненный слот на две сим-карты или одну карту памяти до 1 тарабайта и одну симку габариты устройства 158 на 76 на 8 целых три десятых миллиметра и десять с половиной миллиметров вместе с блоком камер вес устройства 200 граммов приличненько так правда розыгрыш и море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал там много всего полезного всем за подписку огромное спасибо как и за просмотр поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки таких как черный белый зеленый и фиолетовый данная модель имеет дизайн как у линейки с выглядит он стильно но корпус глянцевые марки с другой стороны без чехла его использовать практически никто и не будет я вам скажу что его реально чуть не выронил с балкона когда его подснимал тыльная часть выполнена из стекла рамка из пластика грани закругленные в руке смартфон лежит удобно но еще раз повторяюсь он скользкий качество сборки хорошая ко всему данной модели имеет стандарт водонепроницаемости и 67 в начале ролика вы видели как смартфон может справляться с водой так делать не надо нельзя но он у меня выжил это хорошо на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от эгой версии 20 микрофоны и динамики звук стерео но не полноценный полуторка смартфон имеет поддержку также dolby atmos а также на борту из девятиполосный кастомный эквалайзер 5 предустановок звучания и технология адапт sound качество звука для этой ценовой категории неплохое вибромотор тактильно приятные силу вибрации настроить можно уж лучше чем в так на x2 про к слову с ним я как раз и сравнивал недавно samsung а 54 по съемке я считаю что samsung его удел по полной программе ну кроме телевика которые тоже еще под вопросом к порта и миниджека не завезли к сожалению к моему и к вашему летим дальше смартфон оснащен дисплеем супер амолед на 6,4 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей и глубиной цветов 16 миллионов экран плоский без закруглений защищен стеклом corning gorilla glass 5 серии рамки симметричные подбородок средней толщины плотность пикселей 403 пипи что хорошо но как читалку его использовать не так комфортно как смартфоны с плотностью пикселей в 500 пипи максимальная яркость 1000 нет в режиме hdr при прямом попадании света на экран яркости достаточно но в солнечный день пользоваться смартфоном будет затруднительно автояркость отрабатывает хорошо и быстро частота обновление экрана максимум 120 герц на выбор также и стандартный 60 герц мультитач на борту экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно при том быстро полноценная вот в наличии шим космический что стандартно для смартфонов от самсунга но не ультра космический видал я у них в два раза больше глаза от экрана однозначно будут уставать особенно у чувствительных людей к шиму а таких еще раз повторяюсь минимум 10 процентов от всех пользователей разблокировать экран можно при помощи сканер отпечатков пальцев внедренного в экран распознавание лица стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев находится на удобной высоте работает он корректно но не быстро распознавание лица срабатывает хорошо и зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца можно что конечно не радует летим дальше установлен здесь процессор samsung exynos 1380 с техпроцессом 5 нанометров с 8 ядрами максимальная частота которого две целых четыре десятых гигагерца графический процессор mali g68 mp5 интерфейс ван юай версии 5.1 на базе андроида 13 версии микрофризы в системе встречаются как и подвисание но полностью смарт никогда не подвисал у меня как допустим на финфон 2 для синхронизации с пока используют технологию smart switch оперативная память лпдр 4x на 8 гигабайт или на 6 внутренняя памятью fs 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт имеется поддержка вай фай шестой серии поддержка 5g сетей что не для всех актуально но хорошо что они есть для 4g есть 7 20 band поддержки и sim нет возможно в смартфонах для других регионов поддержка и sim есть у меня нету связь смартфон ловит хорошо звучание во время разговора отличная но вот датчик приближения работает лично у меня не всегда корректно опять же не у всех так bluetooth версии 5.3 nfc поддерживается разумеется можно устанавливать samsung pay мир pay для оплаты nfc модулем из навигации на борту gps глонасс байдога лео qz с gps тест показывает точность среднем три метра емкость аккумулятору 5000 миллиампер часов писем арки смарт выдал очень даже приличные результаты все видите на экране прям космос тест я проводил при 120 герцах на максимальной яркости но смарт хитрит он все-таки яркость не постоянно держит а я проверял он где-то плавает на 10-15 процентов вверх-вниз даже когда у вас отключена автояркость смартфон поддерживают быструю зарядку на 25 ватт в беспроводной реверсивной зарядки нет что не удивительно mhl здесь отсутствует чтобы вы знали заряжается 1 от 0 до сотки в среднем за 1 час 30 минут за 1 час игры с одновременным стримингом на твиче уходит среднем 21 процент яркость смартфон сбросил два раза но при этом вывез стрим в 1080p 30 fps и это хорошо к слову по поводу зарядки иногда он заряжается у меня за 1 07 за 1 04 все это относительно переходим к тестам тратлинг тест смартфон проходит постоянно по-разному при 100 потоков 60 минутах вот сейчас вы видите один из самых неудачных результатов гикбенча шестому что показывает тоже видите что он показывает в 3d марки и в antutu 500 с лишним тысяч попугаев это хорошо почти 600 тысяч да и для сторож теста в antutu все неплохо результаты теста стресс-теста он в antutu по мне провалил и переходим к самому интересному и самому лучшему наверное у самсов это основной блок камер здесь тыльной части состоит из трех сенсоров и лет вспышки основной сенсор sony amx 766 на 50 мегапикселей с автостабом и апертуры 18 сверх ширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 123 градуса и макро на 5 мегапикселей затычка с фокусным расстоянием в 25 миллиметров и апертурой 2 и 4 запись видео доступно максимальном разрешении 4к 30 fps фронтальный же сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру максимальное разрешение для съемки видео тоже 4к 30 fps короткий пример а вы сейчас увидите и вот она барабанная дробь 4к 30 fps 2 смартфона samsung a54 и риме 11 про я вам скажу что ночью как вы видите в 4к 30 fps samsung по цветам у этого значка сливает это 1 2 по детализации по мне чуть-чуть сливает хотя у него более светлые объекты если говорить про цвета ночью машину тоже сливает а плюс он сливает в плане работы с какими-нибудь огоньками не сильно но неприятно если посмотреть на допустим лавку через мотоцикла то больше мы увидим вещей с римми хотя у риме допустим когда на смартфоне смотрю больше шумов если говорить еще про минусы вот смотрите там максимально ярко до samsung у плохо но риме с его шумами чуть-чуть возит хотя у самсунга шумы 4к 30 fps видеозаписи на одном смартфоне море шумов а на другом смартфоне ужасная работа со светом по-другому не сказать я здесь недавно тестировал получается на финфон и пока f5 и f5 и m5 я вам скажу что все они кстати хуже справлялись чем риме во всяком случае по моим ощущениям сейчас здесь почему-то у риме меньше проблем чему самсунга опять же нужно будет смотреть на откалиброванном мониторе либо на самый крайний момент на ютьюбе когда у вас уже все это дело перерендерится по полной программе в целом те облака которые мне samsung сейчас показывает невооруженным взглядом не видны риме в принципе тоже самое показывает дымку но дымку я чуть-чуть и вижу то и разумеется фронталка 4к 30 fps против 1080p такое себе в общем поняли что по видео что по фото мне кажется что сравнивать не особо честно конечно же samsung с рел с риме 11 про с одной стороны с другой стороны посмотрите вот допустим ночное фото направо у нас samsung a54 справа слева у нас риме 11 про не про плюс и я вам скажу что риме справляется разумеется немного хуже особенно ночью но это с одной стороны с другой стороны если вы будете смотреть соц сетях допустим те же фотографии возможно вы не увидите разница единственное вот посмотрите на облака может быть даже то что у риме заблёрина они она и к лучшему с одной стороны с другой стороны чтобы работать потом с фотографией ночью намного проще наверное ночной фотографии с постобработкой у самсунга потому что вот эти вот разводы от зайчики от освещения это плохо у самсунга этого не было и разумеется все линзы я протирал перед съемкой и все смартфоны обновлены по мне сравнивать нет смысла если делать анализ допустим фотографии от того же самсунга который просто волшебно фотографирует здесь у нас и детальность даже в окнах видно что происходит здесь у нас и правильное освещение и цвета если говорить об облаках то да с одной стороны может быть слегка резко с другой стороны они видны и понятно примерно их структура в целом по углам слегка есть конечно замыленность чуть-чуть искажения но фоткает смарт по мне просто шикарно во всяком случае пейзажа для футблогеров здесь тоже можно развернуться довольно легко посмотрите это основной модули сошку он выставил 250 вокруг было темно темно но здесь не пар особо не повлиял не знаю не то что ночь даже каемка не поплыла хорошо фотографирует смартфон и объекты маленькие тоже притом вот для примера ночная фотография фронталка там нужно конечно будет играть если вы будете чуть-чуть двигаться то смартфон довольно легко может не справиться и здесь не важно сколько он стоит точнее важные и важна скорость работы так вот в подобных моделях как самсунга 54 можно поймать вот такую фотографию вроде бы освещение благоволило то есть справа у меня получается от меня слева от вас сейчас справа было достаточное количество света но smart видите не справился при том я делал два снимка исходники обязательно скину здесь видите еще часть головы съела то что позади у меня было освещение ну не очень если говорить об основном модуле каких-то великолепных условиях вот посмотрите сейчас солнце не слишком много солнце для того чтобы не знаю сенсор с ума не сходил в целом все детали передал смартфон хорошо цвета правильные ну вот мне кажется со светом вот здесь голубой неоновая подсветка он бы мог отработать чуть-чуть лучше потому что либо хочется это дело замазать согласитесь это все выбивается из общей картины где ничего не поплыло края не исказились цвета правильные тени правильные даже в движении машины эти и не поплыли здесь такая вот штуковина блямба ничего идеального не бывает да ну если говорить о фото в помещениях опять же все это делал это в автомате самое приятное самое интересное здесь было освещение здесь у нас лампа накаливания и кое-какие аппараты с ними в автомате справляются не может быть не идеально но лучшим образом чем тот же samsung с другой стороны всякие маленькие детали особенно те которые были на ближнем плане смартфон передал все это дело хорошо повторяю что исходники будут в моей личной телеге сможете скачать и сами оценить и разумеется 95 процентов того как мы будем относиться к фотографии это то что мы фотографируем и как мы фотографируем от ваших прямых рук все зависит допустим интересный объект вам уже можно рассказывать смотрите как он белый цвет неплохо передал там оттенки что ничего не поплыло что даже человек в движении более-менее неплохо получился этот этот и вообще все хотя с другой стороны это смотря как смотреть потому что если посмотреть по краям я здесь вижу легкое искажение где тени много шумов и работа со светом не лучше как вы видите свет рассеянный по большому счету ничего аппарату я не двигался не мешало сделать фотографию слегка получше с другой стороны ближний план вот эти объекты выразительные хоть и чуть-чуть растянуты в целом есть чем работать если у вас прямые руки он может фотографировать нереально круто это факт 4k 30 fps основной модуль немного дымка ультра ширик с два раз два то есть проверяем переходим ли мы и переходим ли мы потом куда-нибудь ультра основной x2 4k 30 fps зонтики с ними надо ходить на улице потому что солнечное что раздают бесплатно вам важно 4k 30 fps ультраширик 4k 30 fps с одной руки запись маленький парк много чего на него снимаю его много на какие смартфоны снимаю но эти также в 4k 30 fps многие кстати пишут что более-менее приличная стабилизация в 4k 30 fps что на ультраширики что на фронталке я с ними согласен можно не забываем и такое не во всех смартфон есть а вообще мало в каких смартфон есть что можно переключаться на фронталку 4k 30 fps вот так вы сможете снимать достопримечательности так 4k 30 fps давайте красивые машины поснимаем насколько они хороши для приобретения вы будете узнавать на других каналах здесь вы можете узнать насколько хорошо вы на samsung s23 сможете снимать допустим салон но форда эвераста или nissan велки ну что рассказывать мне еще и про машины шучу вот так альмера будет уровень интеллекта когда ты живешь год в каком-то месте и не что туда можно выйти и подснимать где кто и что я 4k 30 fps 4k 30 fps выглядит все это очень классно это оформление бургер кинга реклама разве мне кажется он ушел уже но вот вот эти вот лампочки сожалению samsung на 1080p к 30 fps не вывозит сейчас попробую на 1080p вид нереально шикарный на основе что плечи на фронталку ролик шатра нет как после техно конечно кажется все круто может быть он так с ним не объяснял 1080p 30 fps нет не осиливает он лампочки к сожалению на ультра ширик тоже 1080p 60 fps и я вспоминаю на ринмарк и и клубы строились вот в таких же великолепных зданиях в ангарах но они так и строятся и вот теперь эта штука выглядит похоже предлагают идти сюда очень даже стильненько хотя очень далеко за городом 1080p 60 fps 1080p 30 fps фронталкой и это специальное пространство построены за городом далеко-далеко с билетиками которые выходит где-то в 500 рублей для того чтобы приезжать сюда и фотографироваться здесь много вроде бы маленьких но различных локаций вот так будет справляться у вас фронталка подобных условиях очень много людей приезжают для того чтобы просто поставить штатив или друг друга пофотографировать потому что есть выглядеть хорошо и освещение соответствующие но мы говорим про фронталку самсунга и вот теперь у нас уже другое соотношение сторон 4k 30 fps тоже фронталка то о чем я и говорил смотрите вот они локации много магазинчиков много всего-всего-всего чего но по большому счету так в любом большом городе не обязательно для этого куда-то жару лететь тем более сейчас в виде жара вот так освещение обманывают насколько хорошо или плохо и осудить сейчас не могу потому что надо будет скидывать все это на компьютер и там уже смотреть вот так 4k 30 fps народ ходит со штативами чтобы себя снимать и снимать всякие влоги релести но у нас не влоги правильно у нас хардкорные тесты смартфон это ультра ширик меня радует самсунгах это возможность и чтобы понимали где вот вы уже поняли да даже здесь локация подразумевают фоточки всякие видео 4k 30 fps нет это не псих болица это кафе вот кто помнит шконки да вот так взял перекрасил сап положил и все 4k 30 fps вот как много людей желает попасть на стрельбище здесь все это более чем достаточно доступно это неважно важно 4k 30 fps правильно и выбор оружия цены на стрельбу 4k 30 fps умножаем на 3 и это с фронталка 3k 30 fps так нельзя делать съемка с одной руки самсунг вроде бы одна из самых дешевых моделей почему потому что это а серия но с другой стороны она не дешевая потому что мы все прекрасно видим в курсе 1 а 2 в принципе сколько долларов все это стоит это в принципе бюджетник у самсунга по факту это приеме 11 про плюс у риуми а это все таки у риуми не бюджетник у риуми не серия c хотя и у самсунга есть по младшей модели но это одна из младших все равно в целом что вы имеете вы имеете вот такую картинку на фронталку 3к 30 fps такой микрофон помните смартфон еще и я разговариваю так что довольно неплохо ну и теперь основная камера самсунга 4к 30 fps вот так вы сможете снимать с одной руки проезжая на байке разумеется можно включать 4к 30 fps на ультра ширик дальше переключаться на основную на минусы скромный комплект поставки нет оптического зума поддержка зарядки всего на 25 ватт шин как всегда для самсунга космос и не топовый старенький разъем юсб тайп си нет и к порта нет миниджека слабая производительность медленная загрузка всего и вся относительно его конкурентов от китая цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании всем кто оставит любой комментарий огромное спасибо знаете вы помогаете проекту резюмировать я бы хотел стандартно для себя на камеру смартфона сейчас вы видите как у него с автофокусом дела здесь идеальное место для съемки по освещению но не по звуку если говорить о конкретно этом телефоне конечно же на старте продаж он был в два раза минимум оверпрайс ну ты сейчас ценник у него в долларом эквиваленте если переносить то за какие деньги допустим я его покупал в рублях а плюс минус вот сегодня кончилась акция но она стабильно будет на какой-нибудь из площадок он стоит до 30 тысяч я покупал за 27 это цвет блеск красота да здесь ужасный процессор просто тормознутый да здесь очень медленная зарядка да еще раз повторяюсь относительно китайских собратьев каких-нибудь не утрен и опять от риме либо сяомишек там 13 но 13 стоит других денег ладно редми ноут turbo и дишин 12 все это дело в оболочке тормозит да он открывает быстро но не супер быстро как они у него космический шим но в купе с великолепными возможностями камеры влагозащитой адекватным ценником программным обеспечением которое обычно они обновляют в течение барабанной дробь четырех лет может быть это конкретно модель будет и три года это вау то есть сегодня за те деньги что я приобрел дороже 30 тысяч рублей вне зависимости от курса я бы подумал 10000 раз только если вы фанат самсунга потому что дороже тридцатки там может быть и правда доплачивать эти 10 процентов и покупать аппарат совсем другого вида и совсем другой категории если вам подходят такие сложные большие объемные обзоры я буду вам очень благодарен если вы поставите лайк оставите комментарий и тем более поставите колокольчик повторяю что на лайв канале я специально делаю отдельный контент по тестированию смартфонов которые считают достойными этот смарт достойным ваше внимание как минимум напоминаю что большинство смартфонов я покупаю сам поэтому я выжидаю стоимость чтобы была адекватной здесь она появилась адекватная примерно в те же деньги я думаю и продам вам не желаю подбирать смартфон так чтобы думать о том чтобы его продавать но где-то в подсознании помнить что вы попользуетесь если не будете отдавать родственникам вам возможно будет нужно его будет продавать и лучше это будет бренд а эшелона а самсунг разумеется вместе с яблоком там всеми пятью биби кеями xiaomi и еще некоторыми брендами являются эшелоном они всегда на слуху и никогда не бывает проблему продать во всяком случае по адекватному ценнику девайсу от меня однозначно и да добра и удачи вам дорогие друзья